Дело в том, что не проявлять инициативу, а в чем вы понимаете инициативу женщины? Вот в чем ее инициатива заключается? То есть инициатива женщины – это красота. Какая еще инициатива может быть у женщины? Как она должна, типа, давай на мне женись? Какая инициатива? В чем инициатива заключается? Красота, она имеет природу, она, вот смотрите, красота какая она. Красота, она привлекательная. Но когда женщина ведет себя очень активно с мужчиной, если мужчина пассивный, сам по себе слабый человек, тогда это привлекательно. Он, то, хорошая женщина, она будет за меня работать, будет все вопросы решать, классно. Выйду за нее замуж, да? Ну, то есть, ну, а как еще, что значит инициатива женщины? Женщинская инициатива – это красота, это хорошее поведение. По факту инициатива исходит от женщины. Инициатива исходит от женщины, потому что она обладает силой привлекательности. Это женщина привлекательная, она обладает силой, поэтому ей интересуется кто-то из-за того, что она привлекательная. Для того, чтобы стать привлекательной, для этого надо развивать качество характера соответствующее. Они развиваются в деятельности. Не в мыслях о том, что хочу замуж, от этого характера не развивается. Они развиваются в деятельности. То есть, женщина должна по-женски действовать, то есть, она должна заботиться, нежно относиться. И эта деятельность, она развивается как личность. То есть, а я, допустим, не люблю готовить. Ну, ты попробуй, начни готовить, побольше полюбишь потом. Ишь, потом больше будешь готовить, еще побольше полюбишь. И в этом красота. То есть, вот это вот приготовление пищи с любовью делает отпечаток на лице. Нежное обращение делает отпечаток на лице. Все, что у женщины есть хорошее, все дает отпечаток свой на лице. Таким образом, женщина становится привлекательной своими поступками. Если она вот так вот такая, вот так себя ведет, значит, она достойна быть замужем. Ну, естественно, он находит в себе этот человек, потому что тот, кто достоин, это всегда чувствуется и это притягивает. В этом поведение женщины. То есть, поведение в том заключается, чтобы подойти и сказать, ну, ты что, не знакомишься, мужик со мной. Ну, значит, он не готов еще знакомиться, он еще не мужик, значит, он еще учится быть мужиком. Ситуацию в этих случаях торопить, это очень глупо. Женщина, если начинает торопить ситуацию, мужчина, если он хочет жениться, он сам будет активно себя вести. А если он не хочет, значит, он не созрел еще как личность, он не может ответственность брать за семью. Зачем тогда его мучить? Себе просто проблемы создавать? Пускай, дальше созреваем. Как понять предназначение ребенка в семь лет? Хороший вопрос по теме. Вот смотрите, то есть, мы будем говорить сегодня на лекции о том, что есть разные конституции разума. В соответствии с конституцией разума человек имеет ту или иную наклонность. Но наклонность человека проявляется в правильной среде. Если люди живут в правильной среде, в правильной структуре семьи, тогда в этом случае человек начинает развиваться как личность правильно. Смотрите, современная жизнь какова? То есть, человек живет как потребитель информации. То есть, телевидение, радио, книги. Все просто входит внутрь. Он ничего не делает. А личность развивается в поступках. Она не развивается. Допустим, я развивался, меня там в секцию самбо отдали, я там развивался. Потом в шахматы отдали и развивался. То есть, развитие, когда человек что-то делает, он должен действовать. Если человек просто сидит, компьютер на игры играет, это не действие. Это никак не дает ему никакой контакт с окружающим миром. Это просто развлечение, искусственное что-то, которое не дает человеку возможность открыться. Цветочек не растет, не раскрывается. Поэтому, чтобы понять предназначение ребенка, для этого нужно правильную атмосферу создать в семье. Если в семье все занимаются тем, что приходят домой, там папа телевизор смотрит, мама по телефону болтает, каждый развлекается, нет работы над собой, нет развития, в семье люди не развиваются. А кто у вас руководитель? Как вас зовут? А? Ивановна, спасибо вам, Ивановна. И, понимаете, если человек в пассивном состоянии находится, в психическом, ему семь лет, разум не активен в это время. Разум есть. Он должен начать активизироваться. Как это сделать? Когда родители работают над собой, ребенок тоже начинает работать над собой. Родители развлекаются дома, ребенок развлекается. Пока человек развлекается, работает только ум. У ума нет никакого предназначения. Он просто наслаждается жизнью. Все. Ум только может мечтать. Допустим, человек мечтает о том, чтобы у него было много денег, много власти, там еще что-то. От этого ничего не меняется в жизни. Мечта ничего не меняет. Меняет поступок. Разум соткан из деятельности. Меняет поступок. Вот когда в семье, допустим, начинают работать над собой, там зарядку делают. То есть просто есть пять уровней деятельности, развивающей личность. Самая простая деятельность, развивающая человека, это физическая деятельность. То есть зарядка, закаливание. Какие-то, допустим, упражнения, походы какие-то, допустим, это уже развивает человека. Любая физическая деятельность уже развивает человека. Следующий уровень деятельности, который развивает человека, это деятельность такого эмоционального уже плана. То есть это музыка. То есть человек учится на пианино-играх, он развивается. Учится стихи писать, учится рисовать. Учится делать какую-то эмоциональную деятельность, которая развивает в нем тонкое восприятие мира. Следующий вид деятельности, который развивает человека, это деятельность, связанная с достижением знания. То есть причем есть разные виды знания. Люди в основном предпочитают развивать ребенка в тех видах знаний, которые дают ему специальность, профессии. Но на самом деле это развитие, оно сейчас гипертрофировано. То есть вот эта идея, что нужна специальность, она настолько сейчас стала большой, что она закрыла все. Причем даже более важные вещи. Например, в человеке самое важное — это следующий уровень развития. Да, смотрите, мы сейчас взяли физический уровень развития, эмоциональный. И дальше умственной, специальность, совладение специальностью какой-то. На что тратятся огромные силы люди, а 15 лет учатся, чтобы владеть этим. Есть высший еще уровень развития. Четвертый называется нравственный уровень развития. С этого момента начинает действовать разум. Что такое разум? Это сила, меняющая судьбу человека и меняющая Личность. Если человек развил разум, он может изменить свою жизнь полностью. Он может себе и специальность получить, какую ему надо. Он может много-много чего сделать в своей жизни. Вот, если... Это у нас уже поставили на фондации цель. Это у нас уже поставили на фондации цель. Вот, итак, четвертый тип развития Личности — нравственное развитие. Оно дает человеку возможность развиваться в полной степени. Понимаете, в наше время люди не уделяют сильно большого внимания этому развитию, считая, что это не поможет быть богатым и счастливым. Но это на самом деле заблуждение, потому что, когда человек уже устраивается на работу, да, то кого выбирают, каких людей предпочитают, развитых людей, именно нравственно. То есть, если человек честен в выполнении своего долга, если человек обходителен, мягко общается, если человек трудолюбив, если человек способен прощать, не амбициозен, то есть, он скромно относится к себе и уважает других, то это означает, что он сильный, как Личность, и, естественно, он сразу в положении в обществе очень сильно возрастает, такого человека. Но в наше время никто не уделяет этому внимания. Смотрите, в каких школах учат нравственное воспитание? Где детей обучают? Каким человеком стать? Где вот это обучение? Нет этого обучения. Математика, физика, химия, биология и всё. Но где тогда ребёнка этому учить? Понимаете, вот меня вопрос задали, «Как понять предназначение ребёнка семьи?» Когда физкультурой просто занимаемся в семье, ребёнок просто начинает жить. Он начинает становиться активным. Он не просто в компьютере сидит. Зарядку все вместе начали делать, ребёнок начал жить. Эмоциональное развитие, допустим, пианино, художественное развитие даёт человеку возможность глубже воспринимать этот мир. и дальше пошёл в школу, начал учиться. Дает возможность развивать мышление. Но развивать себя как личность, вот, допустим, всё значит развивать себя как личность, заставить себя учить уроки. Это уже другое, понимаете? Это уже другое развитие. Это уже нравственное развитие называется. Это нравственное развитие, оно непростая. Это непростая вещь. Невозможно заставить ребёнка быть нравственным. Допустим, можно сказать, не обманывай ребенка, ну, можно говорить это хоть тысячу раз. Все равно он будет таким, каким он, в какой среде он находится, таким он и будет. Вот здесь уже, понимаете, здесь вот как понять предназначение ребенка. Не поймешь, пока среда не поменяется в доме, вот среда родителей, если родители нравственное образование сами не получают, у них нет наставника, у них нет работы над собой совсем, они просто живут, как обычной жизнью, работа, дом, работа, дом. Тогда ребенок, как цветок ребенка не раскроется, его предназначение не раскроется. Почему? Потому что предназначение находится в разуме, а разум развивается через нравственное развитие уже выше, это уровень развития выше уже. Поэтому не надо ничего понимать, как понять предназначение ребенка. Не надо ничего понимать, надо понять, как оно раскрывается в предназначении, и дальше смотри, как оно раскрывается. Работай над собой в семье. Следующий уровень, пятый, самый высокий уровень развития личности. Это когда человек с помощью отношений со святостью, с помощью отношений со священным писанием, возвышенной личностью и молитвой. Три аспекта святости. Чистоты. Святость означает чистота. Чистота душевная, внутренняя чистота. Священное Писание, с этого все начинается. Потом через Священное Писание человек узнает о возвышенной вечности. И третий аспект его жизни — это молитва. Вот когда начинается молитва, тогда человек начинает чувствовать вечность в своем сердце. Начинает чувствовать, понимать, что есть высшие силы, понимать другие силы, меняющие судьбу. Допустим, как мы меняем судьбу? С помощью своего образования, в лучшем случае. Или с помощью своей красоты, каких-то сил, допустим. Мы можем поменять свою силу. Но человек может просто сделать то же самое, час помолившись с утра. Молитва огромной силой обладает. Потому что люди связаны друг с другом силой веры. Вот, допустим, почему человек с работы выгоняет? Потому что начальник верит, что этого человека надо выгнать. Когда человек водится, то у него вера меняется, у начальника. Он уже по-другому думает, воспринимает свою подчиненную. Понимаете? То есть сила вора, веры, она быстро меняет всю ситуацию. Моментально. Но мы вообще не знаем об этом ничего. Мы не понимаем этого аспекта. То, что я сказал, кажется, что это люди нас сочиняют. Я не сочиняю, я так живу. Я этим занимаюсь. То есть идея в чем заключается? В том, что вот эти вот два последних уровня развития. Нравственное развитие личности и духовное развитие личности. Они меняют человека очень быстро. Развивают ребенка очень быстро сами. Ребенка невозможно, разум невозможно вытащить вот так. Давай, развивайся. Как понять предназначение? Не поймешь. Он, вот цветочек, не распустился, непонятно какой цвет. Как понять? Что его вот так раскрывать? Даже не знаешь, как куда дотронуться до этого. Это тонкие вещи. Вот. Ничего не поймешь. Вот, нет, не распустился. Что делать? Надо начать по-другому жить. Надо начать правственную жизнь в семье. А это начать, опять же, возможно, если ты это понимаешь, что это необходимо. Допустим, человек почему бежит на свидание? У него весь день занят. Он говорит, мне некогда это делать. Мне нет времени. Хорошо, почему ты бежишь на свидание? Потому что тебе хочется, у тебя есть необходимость внутри. Так и надо получить необходимость нравственной жизнью жить. Работать над собой. Получить необходимость надо такую. Внутреннее, в сердце. Эта необходимость исходит из знания. Когда человек что-то понял в жизни, он начинает работать над собой. Начал работать над собой. Атмосфера в семье поменялась. Все, он начинает сам раскрываться, цветочек. Вот он какой ребенок. Его потянуло туда, его потянуло сюда. Ему хочется делать то, что связано с его предназначением уже. Не просто развлекать себя. Как мне один человек сказал, а мне кушать нравится. Это мое предназначение. Всем нравится кушать, спать и сексом заниматься. Это не означает, что я должен этим заниматься всю жизнь. Понимаете? Предназначение — это не деятельность нашего наслаждения. Это деятельность, которая дает пользу другим. Вот этот вид деятельности, который успех приходит, приносит в жизни человека, он развивается, если человек перестает быть потребителем информации и становится активной частью жизни, своей судьбы. То есть он начинает ее менять с помощью своих поступков. Зарядка, закаливание, чувственное изменение мира. Рисуем мир, там, сочиняем стихи. Умственная попытка понять, как все устроено с помощью изучения. Здравственная работа над собой и духовная с помощью отношений со святостью. Вот так человек развивает свой разум. Пять видов развития разума дают пять уровней развития разума. Если человек просто зарядку делает, там физически что-то делает, он становится просто болевым человеком. Он развивает волю. Он, по крайней мере, может себя заставить что-то делать. Но что ему делать надо, он еще не знает. Когда чувственное, разум на чувственную платформу переходит, на чувственную платформу, то человек в этом случае способен добиваться отношений. Не просто с собой он может работать, а он может с другими людьми работать, он может вдохновлять людей. То есть чувственный уровень дает возможность человеку взаимодействовать с людьми. Вот смотрите, допустим, какой пример, где у кого сильный чувственный разум. У такого типа людей сильный чувственный разум. Классический пример. У какого типа людей чувственный разум? Артистов. Да, артистов. То есть старинные часы, еще иду. Старинные часы. Да, то есть как. Жизнь невозможна, и всегда. То есть люди испытывают счастье. Ой, как она поет. Вот. То есть это чувственный разум, это сила, которая меняет человек. Человек меняется от восприятия вот этого. Но понимаете, это значит, что человек развивался в этом аспекте. Он не просто таким стал. Это надо силу наращивать, как гантели, допустим. Тоже же силу наращивает человек, когда качает мышцы. Есть еще чувственная сила. Есть умственная сила. Допустим, человек говорит, я доктор наук. Хорошо, это умственная сила. Как ты стал доктором наук? Почему ты стал доктором наук? Он говорит, я всю жизнь заставлял себя учиться. Так это уже не умственная сила. Понимаете, чтобы стать доктором наук, для этого надо иметь нравственную силу. Вот эта усидчивость или способность заставлять себя учиться, это уже не умственная сила. Это сила разума. Она дает человеку возможность выучиться, понимаете. Дети сейчас не хотят учиться. Вот в чем проблема. У них есть способности. Все со способностями проблем нет. Простите, что мы с вами не видим друг друга сейчас. Я вот тут все это переставил. То организаторы надо опять веб-камеру настроить. Я просто компьютер двигаю, потому что я хочу, чтобы мы видели друг друга. Это не я для вас пришел, это вы для меня пришли. Потому что я, когда на вас смотрю, я вижу, что у меня жизнь, она имеет смысл. Не просто там, как растение. Что-то делаю полезно на своем уровне. Спасибо вам. Это означает, что человек может от природы уже иметь вот это развитие, нравственное развитие от природы. Почему человек становится успешным в жизни? Потому что у него от природы уже есть эта сила. Допустим, девушка говорит, как выйти замуж? Я не могу выйти замуж. Потому что нет женской силы. Почему ты не можешь выйти замуж? Нет женской силы. Откуда она берется? Из нравственной силы. Какова нравственная сила женщины? Нравственная сила женщины очень простая. Всегда раздавать энергию любви. Чего женщине больше всего хочется? Чего женщине больше всего хочется? Любви хочется, правильно? Это значит, что раздавать ее не хочется. Хочется брать. Какая... В чем же успех женщины заключается? Чтобы вот себя вот ограничить в том, чтобы думать о том, чтобы меня любили. Ограничить себя надо в этом. И раздавать любовь бесплатно. Но не значит, что надо... Какую любовь можно бесплатно раздавать? Любовь чистую. Это значит, что можно быть вежливым человеком со всеми. Чистая любовь женщины также в целомудрия. То есть не обязательно перед всеми открывать свое тело. Это не означает раздавать любовь, кстати. Это означает ее тратить просто. Если женщина открывает тело, она просто тратит себя. Она не бережет себя, а тратит себя. Это неправильный способ жить. А вот в целомудрия, когда женщина видит, что она бережет себя, свое тело, и показывает правильное поведение, тогда она уже раздает любовь. Потому что такое проявление женской природы очень привлекательно для разумных людей. Вот чем разумный мужчина отличается от неразумного? Неразумный смотрит ниже пояса, а разумный смотрит выше пояса. То есть он смотрит на личность. Не на то, какая энергия идет, а на личность он смотрит, как человек себя ведет. Если женщина ведет себя правильно, значит она разумная. Значит она будет хорошей женой, не будет гулять, не будет изменять. Я вас там совсем не вижу. Вижу только силуэты сверху. Вы меня видите? Нормально? Простите меня, что я ваши глаза не вижу, потому что я для вас пришел читать лекцию, но у нас с вами любовь в разлуке. Я хочу вас увидеть, но не могу. Не хватает возможности. Зала, может быть, моего зрения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!